здравствуйте дорогие друзья подписчики канала второй рим а также дикие варфары что смотрят нас без подписки продолжаем наш цикл об истории древнего рима и сегодня у нас будет тема немножечко отвлеченная мы углубимся еще немножко в предысторию и с сергеем сергей привет рома инвикта поговорим о троянской войне что же сергей первый вопрос какие были собственно предпосылки и непосредственно причины начала войны то есть как так получилось что трое которая находилась предположительно где-то вот на северо-западе анталийского полуострова ввязалась в конфликт с ахейским союзом с греческими царствами то есть как зародился вообще конфликт все дело в том что у нас есть как обычно два вида источников это тексты и археология археология не может сказать ничего на этот счет а вот тексты обладают одной особенностью специфической дело в том что их написал гомер древнегреческий поэт который жил веками двумя тремя четырьмя пятью неизвестно даже насколько позже но позже и к моменту написания или ады как называется это произведение что греки называли трое или он моменту написания или ады произошло много времени и в общем то фактические события частично забылись частично дополнились какими-то мифологическими сюжетами которые представлены в или аде в этом проблема то есть мы не можем абсолютно точно сказать что же было причиной реальные войны а война судя по всему было и осада трое было и трое было разрушено то есть это скорее всего исторический факт но вот чем причины то что называется объективные объективные причины неизвестно я могу предположить вот сугубо так то есть у нас есть греческая цивилизация которая расположена на юге пелопоннеса распространяет свое влияние в анатолию на запад в сицилию южную италию и на север это берега фракии и это конечно же черноморское побережье тот самый херсонес в итоге да это будет чуть позже но так или иначе я могу предположить что грекам были интересны маршруты торговые маршруты морского торгового пути с берегов черного моря в эгейское море и далее то есть трое как раз расположены недалеко от пролива дарданеллы насколько известно опять таки из илиады утро и не было порта но с другой стороны город расположенный близко к морю не может не заниматься морской торговлей если это большой богатый город значит он наверняка занимается морской торговлей а значит трое каким-то образом должна контролировать пролив дарданеллы а значит контролировать торговый маршрут из черного моря в эгейское это мое предположение возможно она неверно но мне кажется в нем что то есть это что касается причин войны это мое предположение то есть его можно вообще обойти стороной потому что она ни на чем не строится кроме того что трое расположена все-таки недалеко от моря и все-таки недалеко от пролива дарданеллы что касается текстов ну вот или ада да там причина войны абсолютно романтическая причина войны это любовь как это французы говорят шершеля фан да вот здесь как раз женщина стала причиной кровопролитной войны которая длилась 10 лет и привела к гибели одного города и впоследствии за к зарождению второго города знаменитого еще более чем первый я имею ввиду рим так фильме трое да тоже показано что там была елена прекрасная они там в любви они там любили друг друга с парисом и вот он ее так сказать нелегально увез вторую так точно да ну и вот начиная всю эту историю я предлагаю обратить внимание на вот эту замечательную книгу или ада или ада нам не хватает для чего еще это эта замечательная книга как раз и рассказывает о событиях троянской войны причем до конца не доводит всю историю а начинается она интересными словами которые прям зачитаю гнев богиня воспой ахиллеса пилеева сына грозный который ахиеном тысячи бедствий соделал многие души могучие славных героев не зринул в мрачный аид и самих распростер их в корысть платоядным птицам окрестным и псам совершила зевесова воля соного дня как воздвигшие спор воспылали враждую пастырь народов атрид и герой ахиллес благородный сложный очень слог ахиллес был был обычным человеком или в нем тоже было что-то божественное почему у него не было уязвимых мест кроме питы сейчас об этом поговорим было у него он и просто был полубогом дело в том что вот этот рассказ говорит нам как бы автор гомер обращается к богине и предлагает ей воспеть гнев ахиллеса который многие бедствия соделал грекам с того момента как началась вражда между пастырем народом народов атридом и ахиллесом кто такой атрид вот здесь сразу интересный момент да то есть мы видим что рассказ начинается уже с какой-то истории которую мы пока что не знаем что касается атрида под атридом понимается агамемнон то есть один из лидеров греческого войска который собственно и созывал войско в поход то есть конфликт между агамемноном и ахиллесом это первые строки илиады то есть илиада нам рассказывает по большому счету о конфликте агамемнона и ахиллеса понимаешь и возможно поэтому илиада вот эта книга не доводит историю до взятия трои то есть здесь нет взятия трои вопреки многим то есть трое там на фоне трое на фоне да трое в принципе на фоне если читать этот интересный текст он очень он очень поэтичный он очень сложный его читать сложно его невозможно просто прочитать все таки не зря эталон в древнеримской образовательной системе философской ну да даже без философии это просто вообще в целом ли который заставляет себя мыслить сложнее и большие смысловые блоки как-то укладывать в своей голове и учиться настраивать взаимодействие между этими блоками это интересный текст это сложный текст в нем есть одна главная идея на мой взгляд если я не забуду я в конце о ней все таки скажу так ну вот собственно как греки называли эту войну да троянская война война это легендарная она явно явно у нее есть основа какая-то историческая явно были боевые действия но в общем и целом это конечно легендарная война о которой мы знаем именно как об таком эпическом событии мифологическом написал илиаду и последующий связанный с илиадой текст одиссею древнегреческий поэт гомер он жил или омир как по нашим ну да пушкин его называл амир но его на руси так давно называли да собственно потому что греческое название но во всяком случае византийцы прочитали бы его как омирос омирос вообще не похоже да ни на гомер ни на амир ударение в другом месте в общем жил он по разным данным от девятого века до седьмого века вот когда он жил вообще непонятно говорят он был слепой некоторые современные историки вообще сомневаются в его существовании но скорее всего все таки он был и скорее всего этот текст принадлежит ему почему потому что если бы это было такое народная такая легенда были на такая народная древнегреческая были на там не было бы столько психологизма в блинах его никогда не бывает психологизм это все таки то что может конкретный автор страдающий интересом к психологии человеческой передать исходя из этого у илиады был автор это не сборник былин древнегреческих это все таки авторский текст ну и давай предположим что все таки это гомер хотя конечно же личность это мифологическая примерно как рюрик такая же такого же уровня ну вот различные части этого сказания принадлежат к разным векам и возникает вопрос где же исторические факты связанные с трое есть ли они вообще и некоторое время историки сомневались в том что трое существовало так же кстати как и библейские города вот вроде ниневии знаменитая история с пророком ионой которого проглотил ну какая-то морская рыба большая морское чудовище вроде кита да и после этого он оказался в городе ниневии ну то есть абсолютный же миф с точки зрения современного сознания значит и ниневии не было но оказалось что ниневия это была вот мы недавно это не тот самый город при котором император ираклий с персами воевал да конечно то есть это отражено в источниках 7 века это отражено в библейском тексте когда она потом в источниках 7 века я а в смысле про иераклия да в наше время до 7 века а в то время ну наверное там ну века кстати наверное может быть 8 9 где-то там вот в тех пределах до нашей эры то есть вот два источника ветхозаветный текст условно 9 века до нашей эры и источники 7 века до нашей эры в смысле нашей эры описывающие деяния иераклия но это обнаружилось только когда археологи раскопали ниневию и то же самое происходило с троей долгое время считалось что троя это легендарный город которого не существовало абсолютно мифологический но есть у нас такой древний историк эратосфен который написал точный год взятия трои то есть реконструируя по годам древнегреческого лета исчисления получается 1184 год до нашей эры то есть почти 1200 лет до нашей эры соответственно 3200 лет от нашего сегодняшнего дня вот настолько давно это было говорил эратосфен что касается археологии первым кто раскопал трою был немецкий предприниматель в общем то бизнесмен и археолог такой любитель по имени Иоганн Людвиг Герман Юлий Шлиман большое имя собственно говоря этот человек связан не только с Германией но и с Россией сейчас объясню почему он он родился в семье бедного сельского пастора начал свою свою трудовую деятельность торговли был торговцем он имел явные способности к языкам и говорят что языки он изучал следующим способом вот это кстати лайфхак я слышал об этом способе изучения языков от Александра Гелевича Дугина если кто-то знает кто это он он жил в этих странах и говорил с носителями нет 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 и еще одного человека которого знаю лично способ заключается в следующем ты берешь текст любой абсолютно текст на языке который хочешь изучить берешь словарь и берешь справочник по грамматике изучаешь справочник по грамматике и зачем начинаешь читать текст просто читать прочитываешь главу после этого прочитываешь ее со словарем затем следующая глава со словарем и к концу книги у тебя большой словарный запас ну в общем говорят что Шлиман именно так выучил много языков в том числе освоил древнегреческий язык в 1847 году он принял российское подданство он стал подданным его величество императора Николая Павловича Романова и до 64 года преимущественно жил в России такая история затем он заинтересовался проблемой Трои он кстати получил образование ну в конце концов нормальное образование уже став состоятельным человеком имея возможность оплачивать это образование он узнал о Трои заинтересовался была ли она не была и Троя стала такой ну такой страстью его жизни в итоге он смог организовать целый ряд раскопок в районе Трои далеко не сразу он нашел ну и в общем то в 1871 году начались поисковые работы вот в районе Троады то есть область на северо-западе Малой Азии или Анатолии да которую мы часто говорим именно там начались раскопки в итоге Троя была найдена но при этом раскопки как говорят проходили настолько грубо Шлиман отказался от услуг профессиональных археологов и в этом была его большая ошибка его подход к раскопкам привел к тому что несколько археологических слоев были разрушены то есть он решил что вот мы видим какое-то средневековое строение на месте предполагаемой Трои да по слухам не уверен что это правда возможно просто раскапывали очень неграмотно но ходят слухи что он использовал динамит при раскопках то есть ряд археологических слоев был просто взорван и уничтожен соответственно в том числе византийский археологический слой и кстати говоря в том числе троянский археологический слой шлиман докопался до никого слоя который был назван клад приама то есть того самого мифологического царя Трои при котором была троянская война но проблема в том что этот клад современными уже историками датируется примерно две тысячи четырехсотым годом до нашей эры то есть на тысячу лет позже прямо соответственно все высшие более высокие слои были уничтожены при раскопках вот такая беда с нашим шлиманом ну да все таки археологии это довольно тонкая работа и динамит если он его действительно использовал то это наверное просто непозволительно в такой профессии ну и как я уже сказал да он не стал пользоваться услугами профессиональных археологов ну и кроме того это будущий девятнадцатый век там все было воспринималось гораздо проще да и у нас сейчас куча черных копателей которые ради наживы в общем-то занимаются вот этим же самым шлиман кстати тоже делал это ради наживы он превратил Трою в такой в такой модный штамп и занимался активной продажей раскопанных сокровищ но так или иначе Троя была найдена клад прямо был найден и в нем огромное количество там я вот сейчас затрудняю сказать но больше чем десять тысяч разных артефактов было найдено какой-то серебряный сосуд в нем множество предметов щиты вазы мечи топоры в общем куча всяких таких разных штуковин интересных вот это клад прямо его условно так называют конечно же это не клад прямо это клад который относится к событиям лежащим на тысячу лет раньше чем жил прямо ну вот в общем в общем то на основе вот этих сухих скупых данных историки пытаются реконструировать события троянской войны все получается очень плохо и очень неубедительно поэтому целесообразнее всего взять вот эту книжку и разобрать что же в ней написано ну а вот еще вопрос а ведь есть другие теории где могла находиться трое то есть я слышал что она вообще была на месте Константинополя то бишь Стамбула есть много разных версий но что касается меня я думаю что она там и была во всяком случае Ромеи неоднократно в своих текстах упоминали что трое находится вот там где мы думаем что она находится ну кстати ту же Иоанниду мы разбирали произведение шестого века на основном канале и там Иоанн Траглита писал что вот трое которое возле Авидоса недалеко оттуда это вот есть та самая трое писал Кариб Кариб точно точно да 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 вот это один из примеров того что византийцы были уверены что трое вот здесь или он вот тут находится они же это тоже не из пустого места взяли то есть была еще жива традиция та самая античная традиция которая не прерывалась веками господства мусульман турок-османов поэтому я думаю что все таки она там и была на самом деле ну так что давай начнем собственно с истории все начинается с богини Фетиды древнегреческая богиня Фетиды дело в том что Фетида была лишь одним из божеств в древнегреческом пантеоне а был еще такой бог как Зевс Зевс громовержец верховный бог который отличался не только тем что он был верховный бог но и тем что он был очень как это сказать так полигамный бог и жён наложниц и прочих разных лидженского пола с которыми он ступал периодически в связь было очень и очень много вот Фетиды была одной из таких божественных женщин на которых Зевс положил свой глаз божественный но оказалось что с Фетидой связано страшное пророчество и Зевс узнал о нём пророчество было связано с тем что её сын сын Фетиды будет сильнее отца что это значит это значит что если Зевс станет отцом сына Фетиды то он будет сильнее Зевса а вот здесь отсылочка к нашему прошлому стриму когда Владимир Забелин рассказывал о мифах Древней Греции и соответственно о том мифе согласно которому все древнегреческие верховные боги были отцеубийцами то есть все они свергали своих отцов с трона так сделал Кронос с Ураном так сделал Зевс с Кроносом и соответственно если Зевс свяжется с Фетидой то она родит сына и этот сын свергнет Зевса ну это однозначно понятно да и что же сделал Зевс Зевс понял что проблема какая-то есть но беда в том что он не сразу понял кто же эта женщина то есть пророчество было он не понял кто эта женщина ему пришлось отправиться на берега Калхиды на берега современной Грузии к подножию Кавказских гор как известно к одной из скал на Кавказских горах был прикован Прометей тот самый который принес огонь людям да и вот Прометей был единственным кто знал кто же есть та женщина вот Прометей то рассказал Зевсу о пророчестве соответственно Прометей спас Зевса от свержения строна оказалось что Фетиду нужно ну для того чтобы точно с ней не связываться нужно выдать замуж за кого-нибудь другого Зевс это понял и он ее в итоге выдал замуж за царя одного из царей Фессалии то есть Фессалия Фессалийская равнина вот это территория современной Греции да византийские времена знаменитые тем что там была превосходная фессалийская конница вот в этой Фессалии в одном из городов был царь которого звали Пилеи и вот ему то в жены и досталась Фетида в итоге в браке Пилея с Фетидой родится Ахиллес человек который будет сильнее своего отца да он будет сильнее Пилея и Зевса в общем то это устраивало вполне но такой момент Ахиллес это в римской транскрипции да то есть греки его звали Ахилл ну Ахилл Ахилл Ахиллес да беда вся даже не в Ахиллесе а в том что произошло еще до его рождения на свадьбе Билея и Фетиды на эту свадьбу были приглашены абсолютно все боги вот все 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 за исключением одной богиня раздора Эриды ну то есть боги решили что вот мы соберемся кстати решили собраться в пещере Харона еще одного божества да и в этой пещере отпраздновать свадьбу то есть в подземном царстве решили собраться ну нет 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 вот прошу прощения не Харона а Хирона нет это не подземное царство это гора Пелион там некое божество Хирон и вот там у него пещера была но если приглашать Эриду богиню раздора ну она же всех поссорит ну какая свадьба получится получится сплошная драка ну как положено ну да да но древние древнегреческие боги боги не любили драк на свадьбы хотели все таки отдохнуть более или менее цивилизованно поэтому Эриду не позвали а Эрида то обиделась она же узнала об этом и обиделась и она конечно не пришла сама на свадьбу но подбросила золотое яблочко просто вот так вбросила в праздничный зал и на яблочке написано было прекраснейшей а это кстати вообще древнегреческая традиция вот я тут недавно прикупил книжечку Диогена Лаерского о древнегреческих философах и вот там у него через раз упоминание что вот из моря выловили какой-то треножник а на нем написано мудрейшему ну то есть вот такая история была распространена и вот тут яблочко из ниоткуда берется а на нем написано прекраснейший ну это яблочко тоже породило раздор потому что ну кто же из нас самое прекраснейшее Эрида то знала толк да в раздорах она даже сама не пришла все равно породило ну это то же самое что допустим к воинам в казарму подкинуть меч с надписью сильнейшему они ж переубивают друг друга вроде того да и в общем то за звание прекраснейшей начали спорить друг с другом Гера Афродита и Афина ни одна не хотела уступать они обратились к Зевсу он отказался быть судьей потому что Зевс все-таки был парень он с женщинами давно общался он знал что это абсолютно пагубная история пытаться рассудить из трех женщин кто же из них прекраснейшая это приведет к тому что они тебя убить могут в итоге он снял с себя ответственность переложил ее на Гермеса Гермес в свою очередь переложил ответственность на некого смертного им стал сын царя Трои приама по имени Парис и вот здесь мы переходим с вами мы же все-таки второй Рим канал второй Рим мы же должны говорить о византийских текстах да мы переходим к хронографии Иоанна Малалы знаменитого летописца эпохи Юстиниана вот что пишет Малала на этот счет то есть почему я это зачитываю потому что сам миф о яблоке раздора о Парисе он известен а вот Малала его подает в настолько свежие трактовки что я такого раньше не встречал поэтому и зачитаю во времена Давида то есть царя Давида Илеоном землей фригийцев правил приам в его царствование и сам Илеон и Трою и всю землю фригийскую опустошали ахейцы то есть греки среди них прославились полководцы Агамемнон имени Лаи и остальные вожди все те кто пошел на Трою из-за похищения Елены Парисом которого называют также и Александр это первый момент который меня удивил да Парис Александр Елена была прекрасно сложена с красивой грудью бела как снег с тонкими бровями с правильным носом круглолицом волосы у нее были кудрявые рыжеватые глаза большие движение вкратчивые голос сладкий страшное для женщин зрелище было ей 26 лет о несчастье которое погубили Трою и всю землю фригейскую и ее царство причина нашлась такая когда у Гекубы то есть жены Приама царя Трои родился Парис его отец Приам отправился в прорицалище Феба и вопросил оракула о своем сыне и дал ему оракул такой ответ родился у тебя сын Парис дитя несчастное и когда он достигнет 30 лет он погубит царство твое услыхав это Приам тотчас дал сыну другое имя Александр и послал его в глухое селение чтобы рос он там у какого-нибудь крестьянина пока ему не минят 30 лет о которых говорил оракул так и оставил Париса в глухом селении отец его Приам обнес это селение стеною и назвал его городом Парием там и воспитывался Парис в тех местах и подрастал он был хорошо воспитан и образован и сочинил похвальную речь Афродите где утверждал что выше ее нет богини и Нигерии ни Афинии его не превзойти ведь Афродита это желание а от желания рождается все так он написал в своем сочинении в общем Парис как мы видим философ говорят что Парис был судьей между Палладой Афиной Палладой и Афродитой и Афродите отдал он яблоком то есть присудил победу говоря что Афродита это значит любовная страсть и она все порождает и детей и мудрость и разум и искусство и все другое разумное и неразумное и что лучше ее ничего нету в честь ее Парис сочинил еще и гимн который назывался пояс Афродиты когда прошло 32 года Приам подумал что срок определенный Парису оракулом миновал и послал за сыном и вернул его со всякими почестями ведь он любил сына ну в общем вот Парис возвращается в Трою вслед за этим Приам велел Парису взять дары отправиться в Элладу и принести там жертву Аполлону Дафнейскому думал он так Бог пожалует мою старость и отвратит беды ведь время предсказанное оракулом уже прошло и вручив письмо ко всем царям и владыкам земли европейской чтобы они приняли его сына Александра или Париса Приам отпустил сына послав с ним также дары этим царям и так пробыв Трои 57 дней Парис отплыл 28 числа месяца или июня и захватил с собой много царских даров его сопровождали сто фригийских юношей сделаем паузу Парис судя по всему живет в каком-то селе в семье какого-то крестьянина считает себя сыном крестьянина да и в общем-то ничего знать не знает о том что он сын царя и вдруг появляются в тридцать с лишним лет то есть он моложе меня на два года появляются какие-то люди и говорят так здравствуй мальчик едем в столицу в Трою ты сын царя собственно говоря привыкай ну можно представить что у человека в голове произошло да у Париса Александра 57 дней то есть это получается примерно два месяца да он находится в Трои и тут его отправляют в Грецию то есть в зарубежное плавание в дальние страны вот тут дары дипломатические всякие вот тут сто сопровождающих юношей а ты главный вчера ты был крестьянин в деревне а сегодня тебя окружают юноши ну в общем рассказ мало ли интересен да да это получается он в довольно таком зрелом все таки возрасте то отправился ну за 30 я же тебе говорю ну да то обычно я думал что он был такой еще юный довольно ну вот Малала так сообщает то есть как мы понимаем эта история она настолько мифологическая что в ней нет правильного или неправильного в ней все правильно и все может быть неправильно ну и вот он в Греции забрел на свадьбу к богам и прибыл он в Эллинский нет свадьба богов это было раньше где-то то есть Малалай это опускает он там раньше оговорился что было с яблоком и прибыл он в Эллинский город по имени Спарта где царем или вернее наместником был Менелай этот Менелай был воспитан в стране Атрея царя Аргуса вместе с сыном его Агамемноном отсюда говорят и происходит оба Атрида то есть они Атриды сыновья Атрея и Менелай как только приехал к нему Парис сейчас же собрался на Крит вместе со своими родными чтобы в критском городе принести обещанные жертвы Зевсу был у Менелая обычай каждый год в это самое время устраивать празднество и жертвоприношение в память Европы потому что он происходил из ее рода в общем Менелай каждый год приносит жертвы на Крите и в этот год он естественно собирался также отплывать на Крит и вдруг появляется посольство из строя вместе с старевичем Парисом Менелай не может он благочестивый человек он не может отложить жертвы и он едет на Крит как обычно да Париса Менелай встретил принял письмо прямо прочитал дары посланные принял затем обнял он Париса Александра радуясь ему как родному сыну почтил всеми почестями и в своем дворце предоставил ему всякие яства и жилища и слуг и сказал он Парису чтобы тот оставался в этом городе в Спарте сколько хочет и просил Париса остаться и отдохнуть после плавания а потом уж отправляться в храм Аполлона чтобы принести жертвы позаботясь так о Парисе отплыл Менелай на Крит и оставил Париса в своем городе запустил козла в огород но пока в критском городе Гортине Менелай совершал жертвоприношение в честь Аполлона случилось так что Елена жена Менелая спустилась из своего дворца в сад на прогулку вместе с некой родственницей Менелая а Парис потихоньку проник в сад и был поражен красотой и молодостью Елены а мы помним ее описание большая грудь белое лицо золотистые волосы все вот это он возгоревшись к ней любовью сошелся с ней при помощи Ефры родственницы Менелая а сам Менелай по всей видимости был уже старый и некрасивый там интересная история дело в том что по одной версии Елену за Менелая выдал замуж ее отец по другой версии она сама выбрала Менелая потому что он был крутой блин воин то есть лучший из всех кого она видела на тот момент мощный сильный смелый отважный то есть превосходный боец настоящий царь кстати говоря Менелая Агамемнон вот когда мы смотрим например фильм Трое мы не видим этого на самом деле это мощные бойцы там они все меркнут на фоне Ахиллеса а помнишь ты смотрел какой-то другой фильм там где этот король Агамон король Агамемнон давайте вернемся домой нельзя вторгаться в Трое я никогда не сдамся я рогоносец всего этого народа ну он да 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 где он еще на тесака похож да я долго смеялся над этим да я помню хотел пересмотреть не вспомнил как он называется ну в общем Менелайт как бы не самый плохой ну то есть это не ситуация когда страшный муж там да вот это все нет это достаточно крепкий человек которого Елена возможно выбирала сама но тут она увидела Париса который по всей видимости был тоже красив и у нее тоже там что-то загорелось и я думаю вот все таки я думаю что Менелайю 40 а Парису 32 и Парис 8 лет все таки разница конечно конечно и Парис заметь он же еще и поэт он гимна Фродити написал он еще и философ он рассуждает о любви как творческом начале всего что происходит в жизни а так как он рос в крестьянской семье то он скорее всего был физически еще крепок и физически крепок и здоров то есть активная ну жизнь как бы да подвижная жизнь крепкие бедра красив молод щеки горят в общем умный философствует стихи пишет ну как как же не влюбиться то в общем то Елена влюбилась и Парис похитил ее и бежал с ней на тех троянских судах которые были у него захватив денег 300 литр многоценные серебряные утвари еще несколько девушек и там несколько еще людей то есть он не только похитил жену человека который его встретил как родного сына да он еще и обнес его 300 литр денег захватил многоценные серебряные утвари вот такой Парис этот ваш напоминает один художественный фильм ну-ка ну там я бы еще я сейчас цитировал гоблина но боюсь цензура не пройдет хорошо опустим далее и уже заходя в храм Аполлона не совершив в ладе жертвоприношений он отправился в Сидон то есть это Палестина а оттуда к Протею царю Египта воины же охранявшие дворец Менелая узнав что Елена бежала немедленно послали трех послов из Спарты на Крит в город Гартину чтобы сообщить царю Менелаю о похищении Елены Парисом и сказать что он захватил с собой его родственницу Ефру и еще некоторых девушек с гневом он выслушал это Менелай тотчас вернулся он в Элладу в город Спарту и разослал повсюду погоню чтобы найти Елену Париса и тех кто был вместе с ними но не нашел через некоторое время Парис прибыл из Египта в Трою с Еленой деньгами и всем ее богатством по мнению Иоанна Малалы Парис не просто Елену увел но еще и ограбил повторяюсь бедного царя Спарты Приам и Гекуба то есть отец и мать Париса видя Елену с Парисом и девясь ее красоте стали у нее спрашивать кто же она такая какого рода Елена отвечала что она мол того же рода что и Парис Александр то есть царского она сказала что в общем объяснила что она знатная и попросила их клятвенно обещать что они ее не выдадут и говорила что она взяла только свое и ничто не тронуло из добра Менелая и тогда Гекуба обняла ее и поцеловала и потом любила ее больше других когда Агамемнон и Менелай то есть два брата от Риды узнали что Елена с Парисом достигла уже трое они отправили послов в трое чтобы им выдали Елену экстрадиция да и пришел Менелай к Приаму и потребовал назад свою жену чтобы избежать войны пишет Иоанн Малала но Приамиды не согласились отдать ее и тогда цари и Атриды двинулись войной на Элеон созван своих командиров то есть Тапархов и об этом поговорим в следующий раз а на сегодня все до новых встреч очень интересно я вот честно даже не подозревал о том что Парис оказывается гораздо хитрее я думал только Елену а он оказывается еще прихватил деньги других женщин и заложников к тому же ну видишь византийская литература гораздо интереснее чем мы думаем о ней Иоанн Малала он не просто хронист он поставщик таких сюжетов о которых современные режиссеры могут только мечтать ну и к тому же он довольно хорош в описании внешности то есть мы это замечаем на протяжении всей его хронографии да заметен и он тоже ярко описал да это у него во всех книгах есть со вкусом этого не хватает то есть этого реально не хватает то есть Малала конкретно ориентирован на героя он пытается показать не просто описать какую-то абстрактную историю которую можно привязать к абсолютно любому там внешнему виду да нет он рисует образ героя я не знаю делает ли он это творчески или он опирается на какие-то источники но так или иначе его текст становится более живым и более таким ну что называется кинематографичным да это совершенно точно и поэтому в своем роде его хронография уникальна ну что ж друзья ждите следующих выпусков впереди у нас уже непосредственно осада трое ну а с вами были как всегда Сергей Девочкин и Кирилл Карпов всем до скорого всем до новых встреч и самое главное не забывайте Рома Инвикто